На сегодняшний день под сопровождение взяты 35 электропоездов пригородного сообщения. Главная цель правоохранителей – выявлять и пресекать преступления, а также транспортные и административные правонарушения. Ежесуточно в оперативно-профилактическом мероприятии «Пригородный поезд» задействовано более 25 сотрудников транспортной полиции. Чаще всего бороться приходится с курильщиками. За желание подымить в пути несознательных пассажиров штрафуют. Бывает, что и спиртные напитки распивают, и в алкогольном опьянении появляются мелкие хулиганства. Будут увеличены наряды сопровождения, будут усилены наряды на вокзалах для недопущения совершения данных правонарушений. Усилят наряды сопровождения в электричках в преддверии грядущих событийных мероприятий. Уже в конце марта в Сочи приедет масса футбольных болельщиков, а этот контингент, как известно, непредсказуемый. Наказывать нарушителей закона и спокойствия – мера крайняя, отмечают транспортные полицейские. Мероприятие в первую очередь носит предупредительный характер. Основной задачей проводимых мероприятий является не составление протоколов и наказание пассажиров, а профилактические мероприятия с целью донесения до пассажиров, что их противоправные действия угрожают как их жизни и здоровью, так и жизни и здоровью пассажиров, едущих рядом с ними. А также могут повлиять на безопасность транспортной инфраструктуры в целом. За первые 10 дней профилактической операции транспортные полицейские Сочи изучили пассажиропоток в пяти сотнях электричек. Составлено 30 административных протоколов. Сами пассажиры такому вниманию не противятся, а наоборот поощряют работу полицейских. Это гарантирует то, что все будет нормально в электричке, если что, кто-то придет на помощь, так что я вполне доволен. Правильно все так должно быть, чтобы все ездили в спокойном режиме, чтобы таких ситуаций не возникало с пассажирами, которые любят выпить, отдохнуть, особенно в летний период. Все соседи адекватные, трезвые, в игры не играют в азарты, вообще все хорошо. Это очень, кстати, успокаивает, и мы благодарны правительству, что они наконец-таки так бдительно начали следить за порядком. Количество полицейских нас не смущает, наоборот, внушает доверие, внушает спокойствие, что наш порядок под контролем. Такой анализ правопорядка в электропоездах транспортным полицейским помогает более целесообразно организовывать их сопровождение. А собрать информацию правоохранителям помогают волонтеры из числа сочинских студентов. Ребята проводят социологический опрос пассажиров.